всем здарова с вами славные дружи и серега еще вен жрет что сидит блоховоз но это нормально он жрет слюную корейку или это ребра были хрен знает короче мы знаем что здесь здесь и по описанию трэп кейдж это ловушка для кого-то кейдж клетка трэп ловушка it's a trap it's ну это очень китайская хрень опять с полезной инструкцией которую не достать на чувак она очень ты посмотри на это посмотри на это дерьмо как она сделана клёво в кавычках так она вообще работает выглядит очень плохо погоди давай округ на чем покажу посмотрите на это посреди на эту пайку так и главная инструкция внутри ты посмотри на это дерьмо они от роли стараюсь путем нехитрых манипуляций мы догадались мы излетли инструкцию тут все показано но мы додумались вами сами конечно конечно сами в общем выглядит так вот эта дверка опускается через штырёчек сделано все еще короче все сделано отстойно принцип у нее точно такой же как у обычной красодавки да вот она пропускается вот так вот если крыса или кто-то забежит чтобы взять сыр она захлопывается и чуть не откусила мне руку шучу на самом деле захлопывается она откроется или нет скажи лучше а вот тут падает и вот эта хрень а все покажи всем чем когда она просунуто лишь непонятнее вот допустим нас идет все вот так вот вот эта хрень как только мышь берет нажимает сюда защелкивается и падает да и не позволяет защелочка вот это прям куда-нибудь установим ну блин это же само собой чего какой смысл а она может поместить чему-то поместить я предлагаю короче сделать пойти по всем фронтам положить туда бекон бекон сыр хлеб потому что любая хрень может на что угодно повезти а если туда ход маленький код какой у нас туда не влезет у нас ну так хоть котенок маленький надо было кролика в прошлом году на такую-то побольше ловить того вообще стоило судя по ее качеству я дал бы этой штуке 100 рублей я вас больше 120 рублей тоже не на 100 рублей это край это смотри тут пайка видно тут это реально паяли даже не сваривали опаяли ты посмотри на дерьмо среди кота флюса паяльника везде блин мне кажется если посильнее нажать она создает так найдем приманочку в общем итоге мы взяли кусочек хлеба бекон бекон на собой так мало осталось и аккуратно короче мне кажется сначала заложите потом уже на тебя давай заложить на самом деле вы просто решили заложить все что может теоретически как нибудь кого-нибудь приманить у нас есть хлеб сыр бекон я не знаю это мне кажется на 90 процентов животных должно работать просто видишь чем прикол она вот них она не цепляется так как она сейчас надавлена я не знаю как от механизм сделан вот нечет не сцепить не будет у нас до хера приманки друг ты что да сейчас мы сделаем вот так мы сделаем знаю вот такой кусочек сыра мы сделаем вот такой кусочек хлеба и бекона почти поймал поймал мы по рекламе лихайники на случайно нам все время предъявят что знаешь там заплатили еще кое-что мне ханик не заплатил у кого есть выхода на ханикин без проблем припиаривал бы ханикевская платит на самом деле мы же можем это вообще положить вот сюда то есть мысль в самую жопу сюда да держишься да все так пойдем вас за участком есть дверь которая ведет но там ежи сики бойца крысы бобры всякая хренатня чего там только нет поэтому собственно здесь мы все это оставим просто мне кажется когда кто-нибудь будет туда входить это хрень сама по себе закопиться не дав войти нормально у нее усилий на это разве вообще никакой то я могу немного посохнуть пальцем и все да не нормально ну а норм но собственно друзья я не знаю что то поймается кровь это полный хер просто полный хик доска стоил я не знаю мы короче никогда не помню кому заказывали в шоу на но там идет месяц короче мы обычно самыми дешевыми доставками заказываем тоже вам все равно когда он придет по большему счету есть это стоило больше 200 рублей я офигею а стоила она вот столько серый вставит на монтаже придем сюда утром доглянем что там залезла чуть не залезла хрен узнает вообще максимум ёж туда попадется где ёж на я думаю сработает от него он жирный и жирный вот ночью уголками мастер ну да до завтра целую неделю мы пытались поймать в нашу клетку хоть что нибудь ставя ее в разные места однако результат нас не радовал один раз клетка сработала из-за того что на нее в лесу упала веточка второй раз какая-то супер мелкая тварь сожрала половину сыра и ушла не надавив на рычаг скорее всего землеройка потому что они весят грамм 50 или типа того еще один раз клетка была перевернута на бок относительно крупным животным возможно лесой коих на даче обица овер дофига но скорее всего это был наш собственный кот персик который ходит в лес ловить белок и мышей вполне возможно что он позарился на бекон и просто внутрь не пролез мы приняли решение оставить ловушку моему бате дабы он продолжил попытки и через три дня он выслал нам вот такое видео наш старый сарай где-то в нем жили куры кур год нету но мыши помнят вот она вот она сработала дудочка выпустим пауза 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 пауза